доброе утро ребята вот наконец-то настала минута когда я выезжаю отсюда поехал цеплять прицеп и у меня уже есть загрузка на блоне до блоне загрузка с рима должно быть задом сейчас цепляем мой прицепчик и погнали так и так и так зацепились вроде все в порядке габариты горят ленивцы поднялись все на месте можно ехать на неделю я вот здесь вот жил у этих ребят практически все покидаем это место наконец-то загрузка как же я ее ждал честно говоря соскучился по загрузкам разгрузкам дорогам очень классно и интересно ощутить сейчас мана в действии вот с прицепом в целом все в порядке даже я сегодня протестировал открывается левый бок но загрузка по моему все-таки нашли задом вот 130 километров а нет 180 180 километров до загрузки но этим автострадой скоро выйдем уже на нее ну в общем поехали очень рад наконец-то наконец-то это случилось так заезжая на загрузку компания джонсон и джонсон вот такой вот у них тут красивый фонтанчик плещется вот уже второй день направляюсь в польшу сейчас я нахожусь недалеко от австрийской границы со стороны италии в этот раз я еду через вену обычно я езжу другой дорогой вот тоже горы тоже красота красиво красиво я уже еду по польше по польше уже как-то дороги более родные сразу и настроение поднимается польша становится потихонечку может быть пока еще конечно громко сказано но второй родины что ли все равно какое-то время тут жил учился учил язык много общался с поляками как минимум работаю в польской компании вот от этих всех факторов польша становится роднее что ли вот два дня я ехал на самом деле в мыслях под музыку так и нету определенности на чем мы сойдемся с компанией вот жду когда уже приеду в офис и поговорю вот на место выгрузки мне осталось 240 километров сегодня завтра буду выгружаться вот и на базу такие дела загрузка прошла не совсем ровно Джонсон и Джонсон меня немного огорчили простояло у них там весь день в ожидании загрузки за три часа до окончания смены подхожу говорю у меня осталось три часа окей окей вставай на десятую рамку мы тебя сейчас быстренько загрузим и выйдешь и будешь стоять свою паузу типа на территории только не оставайся на территории нельзя окей встаю на десятую рампу проходят три часа они все по одному палету в полчаса загружают загрузка не закончена я закрываю смену выбора не было потому что кроме как закрыть смену и ложусь спать в пять или в четыре утра в четыре утра да меня будет финиш уезжай я говорю ребят ну время то у меня кончилось я не могу двигаться с места нет времени нас это не волнует ну там кривом английском уезжай типа здесь паузу крутить нельзя ну я его еще пару раз пытался ему объяснить попросить и он нет 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 я сначала было дело думаю ну нет и и я тоже тебе ничем не могу помочь мне двигаться нельзя закрываюсь зашториваюсь и лежу дальше пытаюсь заснуть но настроение спать уже потеряно то есть вроде спать и хочу но не могу потому что начинают крутиться мысли а что они если так поступят а что они если эдак поступят возьмут думаю выгрузят меня сейчас и скажут пошел нафиг или документы не будут отдавать пока ты там что то штраф какой-нибудь не выплатишь штраф какой-нибудь думаю выпишут за то что типа кручу здесь паузу и тому подобное да и вообще репутацию компании то есть не хочется да портить вот таким образом но продолжаю лежать приходит уже новый человек тоже самое мне говорит я говорю да я бог с вами говорю хорошо выезжаю вытаскиваю карточку ставлю на аут выезжаю за территорию ну и уже доматываю свою паузу получается у них я там 4 часа поспал и еще 5 с половиной часов поспал за территорией конечно уже позже разговариваю с коллегами обсуждаю эту ситуацию действительно думаю не стоит подобных ситуаций хитрить в любом случае если тебе сведут на контроль это все явно проглядывается что ты 4 часа стоял до 4 утра потом ты зачем то вытащил карту и на ауте катался на ауте катался это будет видно только с данных тахографа если я вдруг пересяду на другую машину то уже не будет видно что был аут но на карте будет отмечено что я вытаскивал карту это тоже уже считается работа с тахографом и в любом случае мой непрерывный 9 часовой отдых не состоялся ну это я так думаю это мои мысли если это все таки как то все по другому поправьте меня в комментариях будет очень интересно узнать как это в действительности я думаю так вот ну и поехал поехал да вот два дня я ехал по австрии проехал чехию сегодня и в австрии и в чехии какой то праздник был в австрии день святого валентина кажется нет святого валентина у нас в феврале да какого то валентина тоже в австрии был во вторник а в четверг получается в чехии наверное другой праздник не знаю какой в чехии тоже с часу до десяти ездить нельзя но я под этот запрет не попал спокойно проехал чехию кстати взял прибор чешский вот никаких проблем не было нашел эту это небольшое здание на небольшой парковочке подъехал туда где-то в семь вечера она еще работала она походу круглосуточно в 6 утра я уезжал и она вновь работала показал лишь тех паспорт на тягач подтвердил что это компания чартер и все и без проблем уже настроенный прибор для оплаты дорог по чехии я получил так что вот такие дела уже без одного дня две недели как произошла авария я все все эти две недели все жду встречи с Василием вот надеюсь завтра эта встреча наконец состоится и я уже буду знать сможем ли мы продолжать трудовые отношения с этой компанией или мне лучше поискать что-то другое хотя конечно с такой репутацией возможно это будет непросто но я уверен возможно вот но честно говоря это надеюсь на то что мы сможем договориться и я продолжу работать в чартере вот но посмотрим как будет погодка в Польше классная 16 градусов с утра выезжал с Чехии было 3 градуса минимально вот опускалось довольно прохладно и стоял густой густой туман по ману что могу сказать ман очень жесткая подвеска у него получается как на камазе на какой-то малейшей скорости вот с этой полочки все летит на пол это конечно неприятно чувствовать своей пятой точкой все равно напрягается уже и позвоночник и поясница довольно жесткая пневмоподушка кресла в общем по комфортности по комфортности ман очень сильно уступает дав я думаю многие из вас это знают конечно но я на самом деле до этого на мане кроме как на предсдаче да экзамена вступительного по вождению на мане и не ездил вот ну я рад что у меня получилось покататься на нем может быть я на нем оставлю себе до конца каденции еще натрясусь на нем ну в общем такая история еще из минусов это слабенький у него бортовой компьютер хотя по итогу я нашел большинство функций которые мне требовались это например расчет рабочего времени время вождения также также я потом нашел где можно смотреть что что-то я еще искал кажется температуру масла я нашел помнится давление двигателя но это не очень интересно ну ладно бог все не помню вот но так и не нашел я где посмотреть нагрузку на ось не говоря уже о прицепе да я показывал и на ось заднюю и на прицепе по оста показывал и общую массу показывал здесь же я не нашел менюшка кстати на польском выбрать язык возможности на мани нету так что как то так аюкс мне писали что на нижней панели кнопок есть к сожалению нет вот получается все эти кнопочки аюкса нет у нас компания как я понял есть несколько дорестайлинговые маны и рестайлинговые вот так у меня видимо дорестайлинговые также мне коллеги товарищи ребята друзья говорили что у них на мане были вот эти кнопки возле спальника управление светом автономки кажется даже и тому подобное окнами окнами боковыми вот у меня же такого нету кстати на мане еще очень слабенький горный тормоз то есть если на дафе я действительно основным тормозом пользовался довольно редко как нас учили в чартере то на мане я на горный тормоз особо не рассчитываю если по прямой он да немножко оттормаживает если же ты катишься с горы идешь под уклон то его практически он не ощущается и в третьем и в первом и во втором и даже в третьем позже так что такие вот дела такой вот отзыв по ходовым характеристикам ман расход у меня повысился на данный момент тридцать литров и две десятых то есть тридцать и две десятых литра на сто километров иду я в основном вот так вот вот как и сейчас небольшой подъем проезжал я альпы хотя конечно через вену если ехать там не такие уж не такие большие подъемы спуски более более полога все но все же на тридцати и двух повысилось точнее было и тридцать один с чем то кажется уже но по как только я выехал в чехию уже более-менее пошла равнина и потихонечку расход падает на джонсона джонсон кстати загрузили меня влажными салфетками насколько я понял в два яруса где-то 23 тона я тащу 24 вот и скоро будем выгружаться планирую если будет время на выходные я точно простою на базе хочу сходить поставить прививку кстати джонсон и джонсон то есть это все та же насколько я понимаю компания вот то есть где я грузился и производитель вакцины джонсон и джонсон все одно юрлицо почему ее потому что одна однокомпонентная то есть поставил и сразу же получил паспорт гринпасс вот почему я хочу сделать потому что во первых до конца каденции осталось не так много в конце декабря я поеду в россию и чтобы не дай бог не возникло проблем по возвращению да в польшу европу потому что каждый день какие-то новые новости какие-то новые ужесточения да конечно скорее всего останется возможность сдать если что ПЦР тесты приехать но лучше я наверное поставлю прививку я не особый противник прививки этой и получу свой гринпасс хотя в данном случае я конечно прививаюсь только ради гринпасса потому что я привит спутником российским у меня есть российский гринпасс но но он не подходит как наверное все все мы знаем в европе поэтому чисто ради гринпасса ради безопасности возвращения в европу работы в европе я хочу поставить Джонсона Джонсона а коллеги еще некоторые пока мы еще учились уже ставили эту прививку вроде как по рабочей визе или наверное по рабочей визе в общем делают польское правительство без проблем ничего платить не нужно но я думаю мы это еще на собственном опыте убедимся посмотрим как это все происходит вот рассчитываю на выходных или в начале следующей недели может быть получится но посмотрим не буду загадывать как это все получится пройдет ну в общем а пока дорога польская едем дальше так вот я ж не договорил по поводу ситуации стахографа то что я вытащил карту включил аут катался на ауте без каких-либо подтверждений аута законных это все ерунда получишь еще больше штрафа от полиции за попытку обмана их за манипуляции и подобные так что если в такой ситуации оказываешься решили мы с коллегами и по опыту бывалых скажем так опытных коллег профессиональных водителей не то что я лучше в открытую просто нарушить если уж такая безысходность и распечатать для себя написать в чем была состояла ситуация данная и уже пытаться полиции объяснить и он на его усмотрение уже будет выписывать штраф какой штраф выписывать или может быть и простить скажем так за открытость за честность за редкие подобные случаи конечно если таких случаев за месяц будет несколько то штрафов не избежать если один раз занимается большой промежуток времени как будто у меня произошло к слову это данное нарушение у меня вообще первое по тахографу два месяца я отработал без единых нарушений всегда успевал найти паркинг всегда соблюдал и время вождения и время смены в общем ни разу не нарушал не приходилось вот до этого случая есть у нас примеры коллег которые в данном случае просто на отказ отказываются двигаться с места и до вызова полиции то есть либо сам кто-то может вызвать полицию то есть водитель либо так как это им нужно как-то сдвинуть тебя с места могут и грузоотправитель вызвать полицию но полиция как правило по опыту оказывается на стороне водителя то есть у водителя законный отдых если время вышло он его смены он должен спокойно стоять и отдыхать и нечего его тревожить на обучении вот Дмитрий рассказывал водитель в подобной ситуации вызвал полицию полиция приехала обставила машину фишками так что еще соседние рампы стали тоже заняты из-за фишек уже не подъехать и сказали чтобы водителя не трогали пока он не отстоит полный свой непрерывный отдых так что вот есть такой опыт имейте ввиду но не хочется доводить дело до полиции не хочется ругаться поэтому я поступил в данной ситуации как как поступил проезжая городочек Гротис-Мазовецкий у меня аж ностальгия по этому городочку именно здесь мы жили поблизости этого города когда учились на код 95 а пацаны кто смотрит кто со мной учился как вам это местечко вот оно наше бедроночка кстати что еще скажу по ману так это обзорность на поворотах на круговых вообще ужасная вот эти стойки с этими лопухами зеркал просто очень-очень жесткие так не успели проехать да место просто вызывает ностальгию и Польша Польша мне нравится как-то тут все по-нашему что ли уже хотя сначала конечно так не показалось но все в сравнении все в сравнении познается и привыкаешь я думаю можно конечно же привыкнуть так к любой стране ну к большинству стран развитых красивых комфортных вот как Польша я бы так сказал потому что ну такие дела поехали красивые закаты пошли каждый день наверное осенний закат такие красивые держитесь с левой стороны потом поверните налево так 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 как становитесь хотелось бы на закат наблюдать вот так сделают так с той стороны заехал ну ладно места много мы приехали к цели поэтому проблемы не будет так идем на регистрацию в сумерках вообще какая-то обстановка атмосфера классная на айфеме в принципе неплохая система по регистрации все происходит автоматически вот такой вот автомат сейчас будем регистрироваться так так у нас разгрузка кода нету заезжаю на выгрузку рампа 54 ждать особо долго не пришлось заходит 11 дня и вот уже встаем на выгрузку в학 в в так выезжаем с эфема разгрузился все отлично груз в порядке кстати это были не салфетки а ополаскивать ополаскиватель для рта листерин что теперь народа у жителей варшавы за рта будет хорошо пахнуть так чем не нравится в фильме еще раз повторюсь так это полная автоматизация есть у меня полончик выбираем язык для чего-то чтоб активировать его шлагбаум открывается всем удачи спасибо за работу всего доброго также смска приходит с номером рампы с дальнейшими действиями и все такое ладно двигаемся на базу так ну вот я и практически на базе уже вижу что блин очередь на автомойку на паркинге на паркинге нашим обычная обстановка заставлено все были на автомойке это конечно вообще не очень много дел сегодня конечно же первую очередь тут именно надо перед тем как заезжать на пазку базу помыть машину помыться самому пообедать заправить отблю пойти в бухгалтерию она в принципе вот поверните направо затем ваше место назначения будет вправо через одного так заехал на территорию варштадта уже приехали страховщики посмотрели на прицеп позадавали вопросы вот вот мы печальный дав прости братан обидно конечно что такой красавчик теперь без дела но будем надеяться что в ближайшее время отремонтирует его и снова в путь покорять европу кто-то на нем будет